О том, что апрель 2022 для Андрея станет роковым, он узнает спустя полгода. Вкусить запретный плод поталкивает желание легких денег. Вакансия, наркокурьер, казалось бы, работа не пыльная. Следуешь указанием координатора, забираешь товар, фасуешь на мелкие дозы, оставляешь в тайнике, отправляешь фотоотчет, делов-то, получаешь сумму на карту и остаешься незамеченным. Но как бы не так. Ноябрь 2022. На скамье подсудимых Андрей и его давний приятель, он же коллега по несчастью, первого обвиняют за сбыт особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы, второго – за хранение. Вину Кладмен признает частично, от последнего слова отказывается. Суд приговаривает к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии у сирийного режима. Очень печально, конечно, что молодой человек, которому едва исполнилось 20 лет, избрал легкий способ заработать деньги, но этот путь преступный, конечно, и зарабатывая большие деньги, молодые люди зачастую не думают о последствиях. Но неспроста законодатель отнес данную категорию преступлений против здоровья населения к категории особо тяжких, поскольку все больше молодых людей вовлекаются в данную преступную деятельность, нанося непоправимый вред как своему здоровью, так и здоровью других молодых людей, подростков чаще всего. И эта история – лишь капля в море. Рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков наблюдается по всей стране. Только в Абруйске с начала года их свыше 120. Основная мишень дартнетов – вчерашние и сегодняшние дети. Среди задержанных 35 закладчиков – трое подростки. Надо ли объяснять, что это огромные сроки, поломанные судьбы, рано посидевшие родители и не сбывшиеся мечты? Все теневые магазины, как под копирку, обещают безнаказанность и конспирацию. Однако, как только подростки становятся на скользкий путь, практически сразу оказываются в поле зрения правоохранителей. Большинство попадаются уже в первый день так называемой подработки, что неизбежно приводит к уголовной ответственности. За незаконный оборот наркотиков и психотропов она наступает с 14. За изготовление и без цели сбыта, переработку и хранение – с 16. Максимальный срок порой превышает возраст закладчиков. В зависимости от частей 328-й статьи. От 3 до 25 лет лишения свободы. С самого детства у нас было все. Родители заботились о том, чтобы их дети были обеспечены. Ну и, может, лет 13-14 брат предложил первый раз попробовать. Легкие наркотики это были сразу. Хватает одного раза, чтобы в зависимости было 19 лет. Парень был вместе с ним. Так как бы был. Были в одной компании. И он, вот его мама однажды вечером нашла мёрзну в квартире от передозировки. Вот мне пришлось переехать даже из, ну, в другой город, в страну. И там я нашёл новое знакомство, новых друзей, которые, знаете, которым не нужно было эти искусственные какие-то допинги для счастья, для радости. Это меня зацепило. Ни одного наркомана я не видел счастливым, вот так скажу вам. Чтобы последствия были счастливая семья, да, там, счастливые родственники. Эта беда, она всем приносит зло. Психотическое поведение, бред, галлюцинации, спутанность сознания, анорексия, тревожность и панические атаки. Другими словами, горе, разруха и смерть. Курьер в несчастье не только ставит крест на своём будущем, но и подсаживает на наркотики других. А зачастую и сам становится потребителем. Гашиш, альфа-ПВП, марихуана, спайс, амфетамин. Ну, самый коварный мифедрон. Даже один миллиграмм вещества может привести к передозировке и летальному исходу. Человек может войти в состояние комы и при этом уже не выйти из него. Дело тут и не только в здоровье. Это, конечно же, у человека нарушается социальное окружение. Человек теряет контакт с нормальным существующим миром, так как он пытается уйти в мир иллюзий или больше общаться с людьми, которые ведут асоциальный образ жизни. На данный момент в наркологическом диспансере наблюдается чуть более 350 людей по употреблению психоактивных веществ. Несовершеннолетние обычно не осознают опасность, несерьезно относятся к последствиям и преуменьшают степень влияния запрещенных веществ на будущее. И вот здесь важна профилактическая работа, которая должна вестись на всех фронтах – и дома, и в учебных заведениях. Сотрудники прокуратуры на постоянной основе беседуют с молодежью. Однако родителям всегда нужно быть на чеку. Правда, не каждый знает, как это сделать. Самые частые запросы стороны родителей – это внимание к своему ребенку и протест детей на личное пространство. Они называют это доверием и часто говорят, что родители им не доверяют, и поэтому они не могут заниматься тем, что им хочется, и там, где им хочется. Хотя на самом деле речь идет о противоправных действиях, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Я на своих консультациях советую родителям контролировать своих детей и иметь представление о том, где находятся их дети, чем они занимаются, с кем, и, главное, о чем они общаются. Существует масса программ по родительскому контролю, когда родители могут это делать не напрямую, а посредованно, так что ребенок даже про это не будет знать. Гром среди ясного неба в жизни Кирилла Рассеника прогремел за 10 дней до его 17-летия. К этому моменту, казалось бы, спокойный примерный парень из Гродно успел разложить около ста закладок с опасным наркотиком Альфа-ПВП. Заработанные деньги тратил на тусовки, развлечения и дорогие безделушки. Сейчас из дорогого остались только воспоминания и письма от родных. При мне судили человека прямо по 3-2-8, но я подумал, я исключение, и решил пойти выработать. Я делал это больше легкомысленно, то, что мне, ну, это же не мне, это ему потреблять. Я такое не буду, точно. Наверное, из-за этого мне как-то было проще это с такой мыслью расслаживать. До того, как меня задержали, я рассчитывал еще пару дней поработать. Нажаляю то, что и маме еще не рассказал то, что я этим занимаюсь. Она бы сделала это как-то по-другому и помогла бы решить проблему любой. Да, освобожусь, я планирую хотя бы с родными наладить какое-то общение. Как-то, чтобы не считали меня зэком, лишенные годы твоей жизни, в которые потом ты не наверстаешь. Наверстать ты успеешь, но уже не в таком возрасте. И здесь важный нюанс. Если подросток оступился, но все-таки одумался и решил выйти из опасной игры, это можно сделать до момента задержания. Следует обратиться в милицию и добровольно выдать наркотик. Тогда закладчик освобождается от уголовной ответственности, так как способствует раскрытию преступления. В противном случае, соразмерно ли оплата и расплата, решать каждому, а зарплата высокая, дают тюремными сроками. А тем, кто еще не стал на этот путь, я советую просто одного. Посмотрите на меня, посмотрите на последствия, которых могло и не случиться, если бы я не влез в эту гадость. Не стоит. Оно того не стоит определенно. Я думаю, что дом, теплый чай и мать для меня были бы самыми еще с отличными подарками. Это то, чего мне не хватает больше всего.